Всем привет, друзья! Скоро заруба Игоря Войтенко и Слава Бадыргова! Снова, снова! Вторая по счёту! Она состоится 29-го, либо 30-го апреля. Мы совсем скоро учились. Да, на выставке Экспо Кирилла Сарычева. Блин, я, слушай, могу туда попасть. Я как раз 26-го, либо 27-го еду в Москву. И могу, в принципе, остаться до 29-го. Ну, не знаю, у меня работа в понедельник, а это будет в воскресенье и понедельник, что-то такое. Ну, может, человек там на больничном выйти, заболеть и так далее. Будешь трансляцию делать, мы будем сидеть такие, он видит Сарычева. Да-да-да, Войтенко. Короче, что мы хотели сказать. Мы сегодня сделаем обзор по этой зарубе. Как всегда, в принципе. Сделаем прогнозы небольшие. Сделаем прогнозы, кто выиграет. Смотрите, начнём с того, что у них будет 5 упражнений, 5 состязательных упражнений, в которых они будут соревноваться. Это выходы на 2, подтягивания с 20-ю килограмм, жим 100 килограмм на 15 раз, приседания 100 килограмм, брусья плюс 50 килограмм. Знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что Ислам в трёх из этих направлениях его вырвет. Ну, мне тоже так кажется. Ну, как минимум, в выходах Игорёк конкретно отстанет, потому что Ислам делает выходы идеально. Мне кажется, Игорь чё-то для себя немножко... Я не знаю, как они это выбирали, либо вдвоём, либо Игорь один, но мне кажется, Игорь чё-то для себя как-то сложно выбрал. Нет, просто Игорь сделал с расчётом того, он реально думает, наверное, что он сейчас стал сильнее. Нет, потому что, да, он же сейчас часто делает, он же всё время у него там была цель 10 выходов на 2, подтягивания с весом он делает, поэтому они выбрали даже небольшой вес. Ну, смотри, давай начнём с первого. Выходы на 2 10 раз. Ну, Ислам это делает просто как, ну, блин, ну, как бабочка порхает, он там и 20 раз за подход сделает. Вот, Игорь как бы, ну... Ну, заметьте, да. Ну, раз 7, наверное, сделает так за подход. Почему он? Он делает же. Он 10 за подход делает уже. Да? Да, просто разрыв будет всего-то, секунд 20-30. Разрыв будет по силе, представляешь? Ислам делает это легко, просто. Какая разница? А по силе... Так, чем больше сил остаётся у Ислама, тем легче ему дальше будет делать. Ну, да, но он не особо много сил потратит, допустим, вот на ноги, которые, говорю, в основном. Ну, смотри, например, допустим, Ислам выиграл в выходах на 2. В принципе, выдрал вот лёгко. Ну, следующее подтягивание его тоже выиграл. В следующее подтягивание просто изи, потому что он может, мне кажется, в подходе сделать 10 этих выходов и сразу же 20 подтягиваний. Ну, вот зато дальше Игорёк... Ой, не 20, тут 15 подтягиваний идут с 20 килограммами. Ну, будет ли их отставание? Ну, вот в жиме, я думаю, они сравняют... В жиме Игорь выиграет, это понятно. Это будет легко. В жиме Игорь почему-то тащит просто. Ты видел, как Ислам последний разжал? Да, да, да. Ислам последний разжал так, ребят, вот он, я не знаю, там 70 килограмм вроде жал, что-то так долго. Я не знаю, сколько он в одном подходе сотку жмёт? Раз 4-5, наверное, как я. Ну, пускай у него там техника не поставлена. Но они с Сарачевым соревновались, точнее, Сарачев объяснял, да, ему, как по технике там жать надо. И, в принципе, не знаю, если он всё понял, как бы... Ну, разница, если ты не делаешь, то ты не сможешь в этом движении быть сильным, ну, поначалу. Это понятно, конечно. Поэтому, раз Игорёк делал... Ну, может, Ислам тренировал всё это время, не знаю. До фигула знаю. Хотя он в ММА сейчас, как мы знаем, и поэтому... Ему не до этого там... И поэтому, да, там вообще по барабану. Ну, ладно, в жиме он слил по-любому. Я думаю, не сравняется. Это 100%. Здесь они сравняются, а дальше начнётся самая жопа на приседания. Приседания 100 кг. Воркаутер. Они оба, да, они оба вот просто... Да. Воркаутер сразу просто в ауте. А Игорёк, ну, он говорил, что он делал 3 по... Игорь начал тренировать, да, приседания. Ну, если он, конечно, быстро отдохнёт, то есть делает 3 по 5, получается. То есть 5-5, 5, 5, но очень быстро отдохнет. Тут у Игоря, мне кажется, шансов побольше. Шансов побольше у Игоря в приседаниях. Ну, возможно, равные шансы. Намного, намного больше. Да, ну, возможно, равные, а возможно, у Игоря больше. Вот тут сложно поспорить. Я просто никогда не видел, как Ислам делает приседания. Ну, как, собственно, и Игорёк. Ну, наверное, да. Так что, да. Ну, ладно, ну, дома он там что-то качал, так что спишем на этом. Да, ну, короче, в жиме и в приседаниях можем отдать победу Игорю. Следующее, последнее, это брусье 50 кг на 15 раз. И вот это, знаешь, самое весёлое, просто потому что, вот, судя по жиму, Игорёк, по идее, должен выиграть. Но если судить по силовым элементам у Ислама, который там делает просто горизонт, а на изи всякие. Да, который 25 кг на 25 раз делает. Он ещё выходных силой, он с весом делает, и всё равно трицепс участвует, поэтому тоже, по идее, это движение ему будет ближе. Поэтому тут... Тут, блин, вот это самое интересное, я вообще не могу дать прогнозы. И вот я, честно, я не знаю, кто здесь выиграет. Но ты представь, выходы на две, убиваются трицепсы, плечи, потом жим 100 кг на 15 раз, убиваются грудь, плечи. И потом брусья в конце, блин, где тоже работают плечи, трицепсы, грудь. Это такое жарево будет. Но знаешь, в чём разница? Потому что у Ислама сейчас идёт в основном подготовка к ММА, а у Игоря... Я думаю, Игорь взял такие упражнения, чтобы было более-менее часто, потому что у него разрыв. Он делал там три по 100 вот эти, которые, зарубы, которые три были связаны с килограмм. То есть, мне кажется, у него именно очень быстро отдыхают мышцы. Но Игорь, слушай, на брусьях тоже хорошо делает. Я не знаю, сколько ты, 90 он на один раз делал, либо что-то такое, я видел. Ну, 50 это всё равно, это дохренеть. 50 он на 7 делает. Ну, после 100 килограмм, после выходов... Вот, ну, это правда. Там мышцы так забьются, это просто... Я знаю по себе, ребят, я делал 12 выходов на 2 подряд, а может быть 7-8 хороших, прям вот. Остальные, при том, что я был такой дридж, я весил там килограмм 60. И после этого даже на брусьях со своим весом отжиматься очень сложно, там делаешь 20 раз. А здесь нужно 15, ещё 50 кг подвесить, так что... Если бы я, короче, мог сделать ставку и поставить на кого-то из них, я бы поставил на Ислама в любом случае. Слушай, а я бы здесь на Игоря поставил. Я бы на Ислама. Мне кажется, просто, я чисто вот из-за заруб. Чисто, блин, я бы 90 на 10% поставил. 90 Ислам выиграет и 10% Игорь. В трёх упражнениях, мне кажется, вот выходы на 2, подтягивания плюс 20 и брусья плюс 50, это Ислама. Мне Игорёк плюс 20 тоже делает нормально. Блин, там разрыв будет 10 секунд, разницы никакой. Тем более дальше на спину нет упражнений, поэтому она уже ничего не даст. Ну, как бы, ну, вот мой прогноз такой, я даю 70% Игоря. Ты понимаешь, профессиональный воркаутер против непрофессионального? Ну, так здесь ещё, блин, жим, лёжа, приседания. Ну, жим и приседания, да, Игорё. Да, и брусья плюс 50 кг, это тоже такой воркаут. Воркаут, это когда всё-таки со своим, в основном, весом. Ну, такое. Ну, Ислам мощнейший, блин, тип там, просто здоровенный. Ну, он с весом, это было, было. Сейчас я, сходя скажу, он так часто не тренируется. Вот это что кофтун, что Ислама как-то сейчас не так активно. Если судить по тому, что Ислам ушёл в ММА и, скорее всего, он не тренируется в плане воркаута, то, блин, сложно сказать, слушай. Не знаю, но я вот дал бы так, 70 Игорёк и 30 Ислам. Просто потому, что Игорёк сейчас, ну, он просто бомбит вообще. Ты реально думаешь, Игорь выиграет? Он каждый день Игорь пашет, понимаешь, ты смотришь, заходишь в его Инстаграм там или куда-то. Просто, ё-ман, я опять атакую, 24, но он просто только пашет. Он больше, походу, ничего не делает. Блин, лично я думаю... Ну, и зарубы. Пусть, короче, лично моё мнение, 60 Ислам и 40 Игоря. И давай посмотрим после зарубы, что Игорь. Ну, 70 Игорёк и... Если бы можно было бабки поставить, я бы поставил на Бадургова, понимаешь? Ну, у них сейчас будет очень... Вот. Короче, у нас мнения разошлись с Саньком. Санёк думает, Игорь выиграет. Я ничего против Игоря не имею. Он тоже красава, конечно. Бомбит, как царь, просто каждый день там. Такую выносливость ещё поиметь надо, короче. Вот. И выносливость у него реально мощная. Я не знаю, как у него перетрена нету, потому что он атакует просто каждый день реально. Я ещё, почему ставлю на Игорька просто, если смотришь на Ислама, то парень, да, там, надо тренироваться, надо тренироваться. Смотришь на Игорька, вот всё, о чём он думает. Мне кажется, он скорее повесится, чем будет просирать. Он выложится на 150%. Вот именно поэтому мне больше верится. Не знаю, но посмотрим, слушай. Ну да-да. Как состо... Я надеюсь, я там буду. Я надеюсь, я там буду. Кто-то зазвонил, это Вика. На тренировку зовёт. Короче, если я там буду, то мне повезёт, я думаю. Тогда сфоткай со всеми там, с Кириллом, со всеми. Надо... Дашим приветствовать, что выиграет. Подписывайся, брат. Там, короче, Ислам выиграет, вот такой Саньку. Е-е-е, Ислам выиграл! Я прям тут, Ислам, красавчик! Ну вот, ну короче, ребят, посмотрим, что будет. У нас мнения разошлись, на самом деле, да. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто выиграет. И обязательно подписывайтесь на Инстаграм Санька. Я думаю, когда это видео выйдет, уже Санька тут с нами не будет. В этом мире не будет, а он будет в другом мире. Ну, я буду в этом мире. В Финляндии. Да, согласен. Тут мир Эстония, там мир Финляндия. Вот, подписывайтесь на его Инстаграм, следите за ним. Может, что-то интересное там будет. Да будет много чего интересного. Я не знаю, честно, ребят, я просто опять рискую, как по традиции. Да-да-да. Хрен знает, куда кому-то искать работу. Я вообще ничего не знаю, но... Может, он будет спать там где-нибудь на вокзале. Буду вам stories записывать с вокзала. Да-да-да. Так, ползоны, пошел седьмой день, я уже... Седьмой день, я отжимаюсь в стойке на вокзале. Я уже зарос, я бомж, стою в стойке 40 минут. Короче, жестко будет, ребята. Все, спасибо за внимание. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Вика уже зовет меня в зал. Подписывайтесь на канал, на Санька, на мой Инстаграм тоже, возможно. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok